Ребята, здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим об обособленных определениях. Давайте вспомним, что же такое обособление. Обособленными членами предложения называются такие члены предложения, которые при произношении выделяются интонационно, а на письме обособленные члены предложения будут выделяться запятыми или же другими знаками припинания, например, как тире. Обособленными бывают разные второстепенные члены предложения. Это и дополнение, и определение, и обстоятельства, и приложение. Вообще, любой обособленный член предложения можно убрать из предложения, и от этого, по большому счету, смысл предложения не изменится. Да, предложение будет более тусклым, таким невзрачным, а обособленный член предложения, он добавляет красок в предложение. Посмотрите. Проснувшиеся лебеди, важно, выплывали из-под кустов. В этом предложении отсутствует обособление. Но посмотрите на второе предложение. Проснувшиеся лебеди, важно, выплывали из-под кустов, осеняющих берег. Во втором предложении присутствует обособленный член предложения, который делает это предложение более ярким, более значимым. И сегодня мы с вами поговорим об обособленных определениях. Вспомним, что определение это такой второстепенный член предложения, который отвечает на вопросы какой, какая, какие, чьи, и выражен прилагательными или же, соответственно, причастиями. Помним, что определение подчеркивается в волнистой линии. Когда же, в каких же случаях мы с вами будем обособлять эти определения? Обособления могут быть одиночными, яркое и солнечное, и обособления могут быть распространенными, несущий запах дубовых лесов. Для того, чтобы обособить определение, мы должны с вами найти определяемое главное слово для этого определения. То слово, от которого вы зададите вопрос. В лицо дует ветер. Ветер какой? Несущий запах дубовых лесов. Вот для определения несущий запах дубовых лесов, определяемым главным словом, то есть тем словом, от которого вы задаете вопрос, будет слово ветер. Посмотрите, в каком месте в предложении стоит это слово ветер. Рядом находится такое же предложение, но слово ветер стоит по отношению к определению в другом месте в предложении. И если в первом предложении мы с вами поставили запятую, то во втором предложении мы с вами не поставили запятую. Как вы думаете, почему? Я надеюсь, что вы догадались. Вы увидели, что определяемое слово по отношению к обособленному определению стоит до него в первом предложении, а во втором предложении мы видим, что определяемое слово стоит после определения, поэтому, соответственно, мы не отделяем его запятой. Соответственно, делаем вывод, что не обособляются такие определения, которые стоят перед определяемым словом. Такие определения мы с вами не будем отделять запятой, но в русском языке всегда существуют исключения исправить. Соответственно, мы с вами не будем отделять запятой такие обособления, в которых у нас нет причинного значения. Посмотрите на следующее предложение. Поглощенный спором, Алексей не смотрел на дорогу. Несмотря на то, что определяемое слово Алексей у нас стоит после определения, мы все равно отделяем этот обособленный член предложения запятой, потому что в этом предложении присутствует причинное значение. Мы можем перестроить это предложение в предаточные причины. Алексей не смотрел на дорогу. Почему? Потому что был поглощен спором. Если мы вернемся к предыдущему предложению, несущий запах дубовых лесов ветер дует в лицо, то мы увидим, что в этом предложении нет причинного значения, поэтому запятая не ставится. Вот самое легкое правило, что всегда будут обособляться одиночные или распространенные определения, если для них главным определяемым словом будет личное местоимение. Вспомните, что личное местоимение это я, мы, ты, вы, он, она, оно, они. Где бы наше определение не находилось, где бы определяемое слово по отношению к определению не стояло до него или после него, всегда, если это личное местоимение, всегда будет определение отделяться запятой. Но обратите, пожалуйста, внимание на последнее предложение. Он пришел особенно возбужденный и веселый. Мы видим, что у нас есть местоимение он, есть причастие возбужденный и есть веселый. Мы не обособляем. Почему мы в этом случае не обособляем? Потому что эти слова являются, входят в состав именного сказуемого. Давайте потренируемся. Прочитайте предложение, объясните постановку знаков припинания или их отсутствие при определении. Вы видите, что знаки припинания уже расставлены и определяемые главные слова тоже выделены. Теперь давайте с вами проговорим все те правила, о которых упоминали. Солнце, срезанное наполовину горизонтом, похоже на громадную каплю раскаленного металла. Почему мы обособили это определение? Потому что определяемое слово стоит перед определением. Мокрого до последней нитки меня сняли с лошади почти без памяти. Следующее предложение. Также мы обособили это определение, потому что главным определяемым словом будет являться личное местоимение. Вне зависимости от того, в каком месте до определения или после определения оно будет находиться. Дующий с востока ветер несет сухость и зной. Не обособили определение, так как определяемое главное слово стоит после определения. Вот уже третью неделю льет дождь упорный, беспощадный, нахальный, уничтожающий. Здесь мы с вами видим одиночные определения, которые также обособляются, потому что стоят после определяемого слова дождь. Следующее предложение. Довольный собственной шуткой, Шалый оглушительно рассмеялся. Что у нас в этом случае? Есть ли причинное значение? Давайте попробуем перестроить это предложение в предаточные причины. Шалый оглушительно рассмеялся. Почему? Потому что был доволен своей собственной шуткой. Так как в этом предложении есть причинное значение, поэтому мы и обособляем это определение. И последнее предложение. Старый пруд был заброшенный и мелкий. В данном случае мы не обособляем, так как заброшенный и мелкий входят в состав именного сказуемого. Вы пишете сжатое изложение. Для того, чтобы сжать текст, вы используете различные приемы. Вот очень один хороший прием, когда мы используем сжатие сложно подчиненного предложения, определительного, с союзным словом «который». Мы сжимаем его в простое, то есть переделываем его в простое, осложненное причастным оборотом. Ель, которую посадил Андрей, защищала дом от солнца. Мы видим предаточное определительное, которую посадил Андрей. Мы можем перестроить это сложно подчиненное предложение в простое, осложненное. И это предложение будет осложнено обособленным определением. Ель, посаженная Андреем, защищала дом от солнца. Таким образом мы с вами сжали это предложение. Еще у нас есть такой второстепенный член предложения, который называется приложение. Это согласованное определение, выраженное именем существительным. Почему оно согласованное? Потому что стоит в том же падеже, в котором и главное определяемое слово. И, соответственно, определяя предмет, приложение дает ему, этому предмету, другое название. Но так как это согласованное определение, соответственно, приложение тоже будет отвечать на вопросы какой, какая, какие, и будет подчеркиваться в волнистой линии. Вот перед вами примеры приложений. Давайте посмотрим на то, в каких же случаях обособляются приложения. Обособляются они практически в тех же случаях, что и простые обособленные определения. Если главное слово является личным местоимением. Посмотрите, кто из нас, солдат, не мечтает о боевой славе? Определяемое слово «нас» – это личное местоимение. Приложение «солдат», то есть по-другому мы называем предмет. И приложение выражено именем существительным. Соответственно, мы обособляем с двух сторон. Я, ваш старинный сватый кум, пришел мириться к вам. Красавица, она пользовалась всеобщим вниманием. Мы видим, что и одиночные приложения, и распространенные приложения, они также будут обособляться, если для них главное слово будет являться личным местоимением. Обособляются распространенные приложения, стоящие после определяемого слова или перед ним, если это имя существительное, нарицательное. Вот здесь очень важно понимать, какие имена существительные являются собственными, а какие имена существительные являются нарицательными. Но я думаю, что для вас это не вызовет никаких трудностей. Итак, мелкий дождь – предвестник осени. Мы дождь называем по-другому предвестником осени. Крапит – землю. Видим, что слово «дождь» является существительным, нарицательным, а предвестник осени стоит после этого главного определяемого слова, поэтому мы будем обособлять. Предвестник осени – мелкий дождь, крапит землю. В данном случае слово «дождь» стоит после приложения, но так как оно остается еще именем существительным, нарицательным, поэтому мы также обособляем. Посмотрите, что касается существительных собственных имен. Обособляются распространенные одиночные приложения, стоящие после имени собственного. Егоровна, собственное имя, добрая старуха, теперь сделалась его нянькой. Если стоит имя собственное, существительное, и оно стоит перед приложением, мы по-другому назвали с вами Егоровну «добрая старуха», но если имя существительное, собственное, стоит после приложения, тогда мы его не будем обособлять, не будем отделять запятыми. Добрая старуха Егоровна теперь сделалась его нянькой. Но опять-таки вспомните, у нас была та же самая причина, то же самое причинное значение и в обособленных определениях. Прекрасный оратор Корней Чуковский всегда покорял слушателей. Несмотря на то, что Корней Чуковский, собственное имя, стоит после приложения, мы отделим запятой, потому что в этом предложении у нас есть причинное значение. Почему Корней Чуковский всегда покорял слушателей? Потому что он был прекрасным оратором. Союз как? При приложении. Здесь тоже нет никаких трудностей, нет сложности. Обособляется приложение с союзом как? Если они имеют значение причины. Сергей Петрович, как опытный врач, быстро поставил диагноз. По-другому мы с вами назвали Сергея Петровича опытным врачом. И мы обособили перед союзом как, поставили запятую, потому что здесь причина. Почему Сергей Петрович быстро поставил диагноз? Потому что он был опытным врачом. Но если союз как имеет значение в качестве, то, соответственно, приложение не обособляется. Сергей Петрович известен как опытный врач, то есть в качестве опытного врача. Давайте закрепим. Вернулись старики, отец и мать Николая. Почему мы поставили здесь запятую перед приложением? Потому что слово старики является существительным, нарицательным. И оно стоит перед приложением. Палач, он жестоко относился к заключенным. Приложение Палач относится к личному местоимению и всегда будет обособляться, где бы оно ни стояло по отношению к личному местоимению. К нам в школу приезжал Семенов, полярник. Мы видим, что главное слово для приложения Полярник будет являться имя собственное. А так как оно стоит перед приложением, значит, мы будем отделять запятой. Великий русский полководец Суворов не проиграл ни одного сражения. Приложение Великий русский полководец стоит перед собственным именем существительным, поэтому не отделяется запятой. И в этом предложении у нас с вами нет причинного значения. Уверенный в себе, Максим оставался таким же даже в самых трудных ситуациях. Вот в этом предложении мы видим, что есть причинное значение. Почему Максим оставался таким даже в самых трудных ситуациях? Потому что он был уверен в себе. Он так и не смог привыкнуть к ней, как к актрисе. Посмотрите, какое значение в этом предложении с союзом как? В значении причины он к ней не мог привыкнуть, потому что она была актрисой? Или все-таки потому что к ней, как в качестве актрисы, он не мог привыкнуть? Я думаю, что здесь вы не видите причину и не найдете ее. Здесь мы не обособляем, так как союз как имеет значение в качестве. Самое главное, ребята, помните, что для того, чтобы обособить определение или приложение, вы должны помнить про личные местоимения. Как только у вас в предложении есть личное местоимение, значит вы всегда обособляете. А также не забываем про причину, про то, что в предложении может быть причинная связь, соответственно, вы тоже всегда обособите. Я вам желаю удачи, всего доброго. Здравствуйте, ребята. Сегодня мы поговорим о 14-м задании в вашем экзамене ЕГЭ. Как же оно звучит? Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся слитно. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. Напоминаю, что выписывать слова в свой лист вы должны обязательно только печатными буквами и никаких пробелов не допускать между словами. Для того, чтобы справиться вам с этим заданием, вы должны знать правописание предлогов, союзов, частиц, правописание наречий, сложных существительных и прилагательных, а также правописание существительных и прилагательных с приставками пол и пол. Ну и самое главное, различать, конечно же, эти части речи. Итак, поговорим о предлоге. Помним, что предлог – это служебная часть речи, которая помогает поставить слово в нужный падеж. И этот предлог, он участвует в этом вопросе. Непроизводные предлоги с ними просто. В, на, за, от, у. Это непроизводные предлоги. Но у нас есть производные предлоги, которые вызывают сложность. Почему они называются производными? Потому что они произошли от самостоятельных частей речи, образовались из самостоятельных частей речи. Почему они вызывают сложность? Потому что вам нужно отличить, что это – самостоятельная часть речи или же все-таки предлог. Как мы попробуем различить? Мы помним, что к самостоятельной части речи мы можем задать вопрос – смотреть куда? В сторону. Но, если слово входит в состав вопроса, а предлог всегда будет участвовать в вопросе, то, соответственно, наше с вами слово будет являться предлогом. Например, смотреть в сторону реки. К существительному реки без слова «в сторону» вы не сможете задать никакого вопроса. Попробуйте. Смотреть реки не получилось у вас этого сделать, поэтому вы в своем вопросе будете использовать слово «в сторону». Смотреть в сторону чего? В сторону реки. И если ваше слово участвует в вопросе, значит, это слово и будет предлогом. Безусловно, существует большое количество предлогов, правописание которых нужно запомнить. Предлоги пишутся и слитно, и раздельно. Вот перед вами на слайде наиболее употребляемые предлоги. Все мы знаем предлог в связи, который вы очень часто пишете в заявлениях, в связи с переездом, в связи с переводом и так далее. В продолжении, в заключении вы часто употребляете, несмотря на, невзирая на, вы используете эти предлоги в своей, особенно письменной речи. Давайте поговорим о самых частых вот таких предлогах, которые вы используете. Итак, несмотря на, этот предлог будет равен предлогу «вопреки». То есть для того, чтобы определить часть речи, попробуйте подобрать синоним или антоним. И если вы подберете такое слово, к которому сможете задать вопрос, значит, это будет самостоятельная часть речи. Если вы подберете слово, к которому невозможно будет задать вопрос, оно само будет участвовать в этом вопросе, значит, это будет предлог. Итак, несмотря на плохую погоду, он шел по улице, несмотря по сторонам. Предлог «несмотря на» – это предлог производный. Он образовался от деепричастия «несмотря». Мы помним, что деепричастие пишется раздельно, так же, как и глаголы. Но предлог «несмотря» будет писаться слитно. Посмотрите на предложение. «Несмотря на плохую погоду», «несмотря на что». Опять-таки, к слову «погода» вы не зададите вопроса, не используя слово «несмотря». А мы помним, что предлог участвует всегда в вопросе. Поэтому «несмотря на» будет являться предлогом. А вот он шел по улице и не смотрел по сторонам. Шел по улице как, каким образом, «несмотря по сторонам». Вот во втором случае «несмотря» – это будет деепричастие. И деепричастие будет писаться раздельно. Не путайте, пожалуйста, предлог «ввиду», который пишется слитно, со словосочетанием «иметь в виду». То есть в этом случае, когда вы используете цельное словосочетание, «иметь в виду» мы будем писать раздельно. Предлог «навстречу» равен предлогу «к». Шел навстречу другу, то есть шел к другу, соответственно, заменяем синонимом. Ветер дул навстречу. В данном случае навстречу в этом предложении будет наречием, потому что мы сможем задать вопрос. Ветер дул куда? Навстречу. Но посмотрите на существительное с предлогом, другое предложение. Шел навстречу с другом. То есть, посмотрите, навстречу – это существительное плюс предлог. Помним, что между существительным и предлогом мы можем вставить, например, прилагательное. Шел на долгожданную встречу с другом. С кем шел встречаться с другом? Закрепим. Здание вроде башни. Подбираем синонимичный предлог. Здание на подобии башни. Самостоятельная часть. Вроде Ивановых. Все высокие. То есть, род, семья. В заключении хочу сказать. В заключении – это предлог, потому что мы можем подобрать синонимичный «наконец». То есть, «наконец хочу сказать». Обратите, пожалуйста, внимание, что в заключении, в следствии, в продолжении на конце предлогов будет всегда писаться «и-е». Это вот вам такая небольшая подсказочка. Как только вы увидите «и-е», перед вами сразу предлог. Странник находился в заключении. То есть, в заключении, то есть, под замком, значит. В следствии болезни, заменяем предлогом «из-за». То есть, из-за болезни он не посещал школу. Но в следствии по делу было много ошибок. В следствии, то есть, в процессе по какому-либо судебному делу было много ошибок. Спросить насчет работы. Предлог на счет мы пишем слитно и можем заменить его синонимичным предлогом «о». То есть, спросить о работе. Но положить на счет в банк, на что? На сберегательный счет, на депозитный счет. То это будет существительное плюс предлог. Союзы. Какова же функция союзов? Они соединяют однородные члены предложения, а также простые предложения в составе сложного. Союзы также пишутся слитно и раздельно. И вам нужно будет запомнить самые частые такие, самые употребляемые союзы. Как же мы сможем их различить? Союз «чтобы». Я думаю, что уже все к 11 классу понимают, что «чтобы» всегда будет писаться слитно. Но, тем не менее, давайте повторим. Я вышел на улицу, чтобы освежиться. Местоимение «что» и частичка «бы» в другом предложении. Нет ничего в мире, что бы могло меня удивить. Посмотрите. Во втором предложении мы можем оторвать «бы» от предложения и переставить его в другое место. Нет ничего, что могло «бы» меня удивить «бы». В другое место мы можем переставить в предложении эту частичку «бы». Поэтому «что» это местоимение, а частица «бы» всегда будет писаться раздельно. А вот в этом случае «я вышел на улицу, чтобы освежиться». Мы не можем частицу «бы» оторвать, поэтому «что» «бы» будет являться союзом и будет писаться слитно. Союз «за то». Синонимичный союз к нему будет противительный союз «но». Приют наш мал, зато спокоен. Приют наш мал, но спокоен. Подбираем синонимичный союз. И в другом случае, когда «за» будет являться чистым непроизводным предлогом, а то указательным местоимением. Ребята спрятались за то здание. «То» можно заменить любым прилагательным. Ребята спрятались за новое здание, за высокое здание, за серое здание. Какое угодно, подберите прилагательное. И если возможно указательное местоимение «то» заменить прилагательным, значит, в случае в этом предложении будем писать раздельно. «Он меня бронит за то, что я опоздал». Местоимение «то» можно заменить существительным. То есть «он меня бронит за что?» За опоздание. Союзы тоже и так же. Секунду он молчал, мать смотрела на него тоже молча. Союз тоже мы можем заменить синонимичным союзом «и». И части, и две буквы вот эти «ж» убрать невозможно. Секунду он молчал, и мать молчала. Он хорошо поет, рисует так же недурно. Союз так же мы можем заменить синонимичным союзом «и». Он хорошо поет и рисует недурно. Давайте посмотрим, в каких же случаях тоже и так же мы будем писать раздельно. «Я прочитала стихотворение блока, и мой брат повторил то же стихотворение». Если вы можете, вот поиграйте с предложениями. Если вы можете сказать то самое стихотворение, которое прочитал и я, тогда вы напишите то же самое стихотворение, вы напишите раздельно. Частичку «ж» можно отбросить. «Вы так же молоды, как три года назад». «Вы как молоды, так молоды, как и три года назад». Давайте закрепим. «Машина заехала за то здание, которое еще строится». Помним, что если мы указательное местоимение «то» можем заменить любым прилагательным, значит «за то» будет писаться раздельно. «Машина заехала за серое здание», «за высокое здание», «за большое здание». Получилось у нас указательное местоимение заменить прилагательным, значит «за то» мы будем писать раздельно. раздельно. Он много работает, зато умеет и отдохнуть. Здесь явные противительные отношения. Он много работает, но умеет и отдохнуть. Поэтому зато мы будем писать слитно. Купи мне то же пособие, что ты купил и себе. То есть то самое пособие, которое ты купил и себе. Поэтому то же мы будем писать раздельно в этом случае. Сестра учится в техникуме, я тоже хочу поступить туда. Помним, что тоже и так же мы можем заменить союзом и. И тогда они будут писаться слитно. Сестра учится в техникуме и я хочу поступить туда. Правописание через дефис. Нас интересует правописание приставки кое и суффиксов то-либо-нибудь, таким. Соответственно, все вы помните эти слова. Все-таки кое-что, что-либо, когда-то, где-либо. Я думаю, что здесь вы не допустите ошибку. Слова с приставкой полу всегда будут писаться слитно. Полушубок, полумесяц, полугодовалый и так далее. Всегда будут писаться с полу слитно. Приставка пол тоже, в общем-то, всегда пишется слитно, но мы знаем, что есть исключение. Если вторая часть слова начинается с буквы L, с гласной или же с прописной, вот очень хорошая подсказка Юля, как раз-таки в этом имени женском есть для вас подсказка. И прописная буква и буква L и, соответственно, гласная. Тогда мы напишем через дефис. Пол лимона, пол арбуза, пол Европы. Правописание через дефис наречий. Наречия, которые образованы повторением одного и того же слова, однокоренных или синонимичных слов. Мало-помалу, тихо, мирно. Такие наречия мы будем писать через дефис. Также помним, что пишем наречия через дефис, которые начинаются на приставку по и имеют суффиксы ому, емут, ски, ски. По старому, по летнему, по дружески. И наречия отвечают на вопрос где, куда, откуда, как, зачем и почему и являются неизменяемыми частями речи. Также наречия, который имеет приставку в, его и суффикс их, их. Во-первых. Во-вторых. Для существительных, которые пишутся через дефис и прилагательных, важно понимать, что перед нами сложные слова. Те слова, которые образовались путем сложения. Такие существительные, как диван-кровать, два самостоятельных слова, географические названия, Санкт-Петербург, Нью-Йорк, например, Ростов-на-Дону, стороны света, юго-восток, северо-запад и т.д. Прилагательные пишутся через дефис, если между ними можно поставить союз и. Помним тоже. Физико-математический факультет, то есть факультет физики и математики. Все ароматы, вкусы, запахи, горько-сладкий, кисло-соленый будут писаться через дефис. Все цвета и оттенки цветов также пишутся через дефис. Светло-зеленый, красно-желтый, бледно-голубой. Все такие прилагательные, которые обозначают цвета и их оттенки, пишутся через дефис. Но у нас есть сложные прилагательные, которые будут писаться слитно. Эти прилагательные образовались от словосочетания. Железнодорожный образовалось от словосочетания «железная дорога». Древнерусский образовалось от словосочетания «древняя Русь». Вы же не поставите союз и между этими словами «железная и дорога», «древняя и Русь»? Не получится у вас вставить союз и. Поэтому такие слова мы будем писать слитно. Посмотрите, как выглядит ваше задание. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся слитно. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. Первое предложение. Чтобы вовремя приехать на встречу, мы вышли пораньше. Частица «бы» мы видим. Можем ли мы ее перенести в другое место в предложении? Попробуйте. Что «вовремя бы»? «Приехать бы»? Получится у вас так сделать? Нет, не получится. Значит, чтобы мы пишем слитно. Второе слово «на встречу». Мы между словом «на» и слово «встречу» можем вставить прилагательное «на дружескую встречу», «на долгожданную встречу». Поэтому в этом случае «на встречу» мы пишем раздельно. Это предложение нам не подходит для ответа. Второе предложение. По причине затяжного ненастья поход был отменен. Сразу в глаза бросается слово «ненастье», то слово, которое без нее употребляется, и вы уже видите слово, которое пишется слитно. Но по причине перед нами существительное. Поэтому мы напишем раздельно. По веской причине, по значимой причине затяжного ненастья. Поэтому по причине мы напишем раздельно. Мещурский край также скромен, как и картины Левитана. И есть в нем тоже величие и спокойствие, что и в картинах художника. Вот это предложение очень хорошее для того, если бы у вас спросили, какие оба слова в предложении, найдите такое предложение, где бы оба слова писались раздельно. Посмотрите, в этом случае вы частиц уже можете исключить из предложения. Убрать. Мещурский край так скромен, как и картины Левитана, и есть в нем то величие и спокойствие, что и в картинах художника. Поэтому это предложение нам тоже не подходит. Мы взглянули направо, но дороги так и не увидели. Вы сразу обратите внимание на глагол и сразу скажете, что глаголы сне пишутся раздельно, поэтому и это предложение не входит в наш ответ. Вследствие плохой погоды мы тоже остались в избе до вечера. Вспомним, что мы ищем такое предложение, в котором оба слова писались бы слитно. Мы видим, что слово вследствие заканчивается на ие, значит это предлог. Я надеюсь, что вы помните, что слово вследствие, как предлог, пишется слитно. Поэтому смотрим на слово тоже. Можем ли мы заменить союзом и? Вследствие плохой непогоды и мы остались дома. Вот оно предложение, которое является правильным в вашем ответе. Самое главное, ребят, подбирайте синонимы к словам. Обращайте внимание на то, что у нас есть самостоятельные части речи и есть служебные части речи. Конечно же, выучите правописание предлогов, выучите правописание союзов и особое внимание уделите правописанию на речи. Спасибо, я желаю вам удачи на экзамене. Субтитры подогнал «Симон»!